ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Для обычных людей и для людей с ограничением по зрению, для незрячих и слабовидящих людей, потому что для того, чтобы воспроизводить музыку и главное ее слышать, глаза не нужны. И мы как музыканты часто очень поем или играем на инструмент. Вы знаете, обращали внимание, там многие музыканты, они бывают закрывают глаза. Вот оттуда все вот это пошло. Но потом оказалось, что выставка у нас универсальная. На выставку привезли музыкальные арт-объекты из Всеволодовильвинского музея «Дом Пастернака». Поэтому и называется она «Сад поэта». Здесь растет билла, колимба, струнная колесница, ксилофон, ритмы леса и гадательный барабан, судьбоносные стихи. Выполнены они из велосипедных колес, железной арматуры и деревянных брусков. Но это не мешает им издавать чудесные звуки. Первые посетители уже ощутили на себе чудодейственную силу музыки. Ощущение, знаете, неповторимое. Я такое первый раз посетила. Такие инструменты интересные. И прямо вот мы влились, мне кажется, я лично влилась в эти звуки. Я сама пишу стихи, пишу песни и сама их исполняю. Мне это все близко, поэтому все музыкальные инструменты, они у меня все в душе. Экспозиция интересна в первую очередь тем, что вовлекает участников в процесс создания литературно-музыкальной композиции. На этой выставке вам никто не скажет, нельзя трогать руками. Именно трогать можно и нужно. И извлекать звуки. Импровизация – вот чего ждут организаторы от посетителей. Странные инструменты будут интересны не только людям с ограниченными возможностями здоровья, а всем горожанам и их детям. Как уверяют организаторы, им есть чем вас удивить. Например, вы сможете сыграть на каждом музыкальном арт-объекте, раскрыть свои звуковые ассоциации и образное мышление, почувствовать себя соавтором и творцом, музыкантом и поэтом. Удивительно талантливые люди везде. И они здесь раскрываются, потому что, знаете, наверное, потому что очень странные вот эти вот арт-объекты, они ведь не похожи ни на что. За счет вот этого вот удивления люди выходят за границы своих уже знаний, ощущений, практики какой-то. И, ну, происходит некое обнуление. И они чувствуют себя детьми, чувствуют свободу какую-то. С 17 по 24 февраля и с 1 по 16 марта перезагрузить свои эмоции и восприятие мира могут все желающие. Уникальная выставка открыта в Центре творчества детей и юношества «Звездный». Вход и участие во всех программах бесплатное, но по предварительной записи. Контакты ищите на сайте восприятие.ру.